О чём говорил про теория Русско-Православной Церкви Андрей Владимиров? Интуиция – это не дискурсивное, ментальное, логическое постижение действительности через обобщение фактов, а непосредственное, целостное, творческое восприятие предмета, с проникновением в его сущность. По-моему, вы как раз таки это сказали. Хорошо? Новые правила для владельцев животных. У нас была полная ответственность за свое домашнее животное, то есть выгуливание, где это запрещено, соответственно, и так далее, также содержание его, то есть хозяин полностью отвечает за это и очень полная ответственность за домашнее животное. Как музыка влияет на настроение человека? Всем привет! В эфире «Универ новости», а в студии Лилия Мухамединова. Казанский федеральный университет посетил первый заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по делам национальности Ильдар Гелемузинов. Депутат Государственной думы пообщался с студентами вуза, рассказал о своем пути и ответил на вопросы учащихся. Ну, ребята разные. Я видел ребят заинтересованных, с желанием, которые слушали, понимая, что, наверное, им очень важно в будущей, дальнейшей профессии своей услышать мнения людей, которые уже прошли, скорее, определенный этап жизни. Есть были, которые пришли, по всей видимости, может быть, от того, что позвали. Хочу еще раз сказать, что если ты хочешь, желаешь что-то больше узнать и познать, и хочешь услышать полезные советы, конечно, нужно слушать. Если не хочешь, то приходить не надо. На базе Института международных отношений Казанского Федерального университета состоялась встреча иностранных учащихся КФУ с Генеральным консулом Республики Таджикистан в Уфе Тимуром Рахимовым. С приветственной речи перед студентами выступил проректор по внешним связям Тимирхан Алишев. Осветив важнейшие вопросы соблюдения иностранными гражданами правил пребывания и проживания в Российской Федерации, он напомнил об административной и уголовной ответственности за нарушение российского законодательства, о необходимости прохождения медицинского освидетельствования, дактилоскопической регистрации и фотографирования на территории Российской Федерации. Генконсул Таджикистана ознакомился с деятельностью ВУЗа, Центра научной иронистики Казанского федерального университета и пообещал предоставить Центру дополнительную литературу для изучения персидского языка. В завершение встречи студенты задали Генеральному консулу Таджикистана волнующие их вопросы. Они коснулись культурно-ознакомительной и научной деятельности и возможности прохождения стажировок в стенах Генерального консульства Уфе. В шоу-руме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета прошла встреча студентов Института социально-философских наук и массовых коммуникаций с протеереем Русской православной церкви Артемием Владимировым. Обо всем в сюжете нашего корреспондента. Ключевой темой встречи стали семейные и базовые человеческие ценности. Большая часть студентов были религиоведами и социологами, потому общение с протеереем Русской православной церкви было очень важно для них. Такие встречи помогают представителям молодого поколения расширить и углубить свои знания, а также получить новые идеи и вдохновение для новых исследований и будущих работ. Кроме того, общение с опытными специалистами и профессионалами позволяет учащимся получить ценные практические навыки и советы, которые помогут им потом в профессиональной деятельности. Интуиция – это не дискурсивное, ментальное, логическое постижение действительности через обобщение фактов, а непосредственное, целостное, творческое восприятие предмета с проникновением в его сущность. Артемий Владимиров – известный духовный деятель. Протеерей активно использует современные медиаплатформы, включая телевидение, для проповеди и просветительской деятельности. Они позволяют людям лучше понять и углубить свои знания о вере и библейских учениях. Почему сейчас такие хрупкие браки, союзы, вроде молодые, красивые, да, исполненные жизненных сил? Почему не успеют два года совместного путешествия, идут кризисы, взаимное непонимание? Не хватает вот этого. Священник подчеркнул, что семейные ценности, такие как взаимопомощь, доверие, терпимость, уважение и любовь, помогают создавать единство и гармонию внутри семьи. Поделился своим видением того, как семейные ценности могут быть основой для развития здоровых отношений среди членов семьи и как они способствуют укреплению семейного благополучия. В ходе выступления Артемий Владимиров вручил свои книги студентам. Матвей Калашников, Резида Каримова, Александр Антонов, Универ Новости. Животные и люди всегда были тесно связаны друг с другом. Некоторых человек и вовсе приручил, сделав домашними питомцами. Поэтому взаимодействие между ними может быть очень особенным и ценным. Питомец способен стать верным другом, компаньоном и источником радости для своего хозяина. Человек, в свою очередь, обязан заботиться о подопечном, обеспечивать его уход и любовь. Недавно, чтобы защитить маленьких друзей, в Татарстане начали действовать новые правила для владельцев животных. Нередко бывает, что владельцы безответственно относятся к своим животным. Не убирают за ними в общественных местах, оставляют без присмотра, забывают покормить. Все это доставляет проблемы не только питомцам, но и окружающим людям. С марта этого года в Татарстане начали действовать новые правила для владельцев животных. А именно, владельцы животных обязаны следить за тем, чтобы их питомцы не загрязняли лифты, подъезды, детские площадки. Владельцы обязаны обеспечивать питомцев должным питанием и выгуливать для физической нагрузки, воспитывая и дрессируя. Отправлять собак на самовыгул строго запрещено. Если хозяин не может присматривать за питомцем больше двух дней, он обязан отдать его на передержку или договориться с кем-то об этом. Если он, в принципе, больше не может ухаживать за животным, то обязан лично найти ему нового хозяина. Также содержать животное на съемной квартире можно только с письменного разрешения ориентодателя. Держать собаку во дворах многоквартирных домов запрещено. И, конечно, нужно соблюдать режим тишины. Он несет полную ответственность за свое домашнее животное. То есть выгуливание, где это запрещено, соответственно, и так далее. Также содержание его. То есть хозяин полностью отвечает за это и несет полную ответственность за свое домашнее животное. Также новые изменения, они затронут также передачу домашнего животного в другие руки. То есть хозяин должен полностью проконтролировать, если он расстается с своим домашним животным. Также, если он умеет возможность его содержать на протяжении двух или более дней, также он должен передать его в специализированные места, где ему окажут должное внимание. Все это будет, благо, регулироваться законом. Новые правила должны уберечь животных и общество от недобросовестных хозяев. За их несоблюдение на владельцев будет налагаться административная ответственность и штраф. Так, на заседании Комитета Госсовета Республики Татарстан по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике высказался по теме начальник Главного управления ветеринарией Кабмина Республики Татарстан Алмаз Хисамуддин, добавив, что за нарушение они уже наложили 4 штрафа на 31 тысячу рублей. Я надеюсь и считаю, что люди, которые будут заводить домашних животных, будут более ответственно относиться к ним. И не столько с моральной точки зрения, теперь у них будет, так скажем, ограничение, а уже и с юридической. До этого тоже были подобные нормы, подобные запреты, а именно выгуливать там, где это запрещено, то есть на днеодетских площадках, там, где ходят дети, без намордника. Но сейчас эти законы немножко доработались и, соответственно, ужесточились. И требования, они, моменты, также изменились. На мой взгляд, они будут затративать уже больший спектр и оказывать уже большее влияние на владельцев домашних животных. Никогда не забывайте, что домашний питомец – это не ваш аксессуар. Это, в первую очередь, ваша ответственность и друг, за которым вы должны следить и ухаживать. Не вредите своим животным и соблюдайте новые правила. Карина Шарова, Карина Саяхова, Универ Новости. Сегодня, пожалуй, ни один представитель молодого поколения не может представить свою жизнь без музыки. Наушники, колонки и сотни сохраненных песен на все случаи жизни являются практически неотъемлемой частью каждого человека. Но давайте разберемся, как то, что мы слушаем, влияет на наше эмоциональное состояние и какова взаимосвязь. Музыка зависит от настроения или настроение от музыки. Пока что никто не может сказать наверняка, почему музыка так сильно влияет на наши эмоции. Заставляет танцевать от радости, чувствовать моральный подъем или грусть. Даже если ничто, кажется, не предвещало упаднического настроения. В 2001 году нейробиологи Энн Блат и Роберт Заторе из Университета Могила в Монреале, кажется, сумели найти ответ на этот вопрос. Используя магнитно-резонансную томографию, они показали, что у людей, слушающих музыку, которая им приятна, активны участки мозга, называемые лимбической и паралимбической областями, которые связаны с эйфорическими реакциями вознаграждения. А это, к слову, те же самые реакции, которые человек испытывает от вкусной еды. Ощущение приятного мозгового вознаграждения исходит от потока нейромедиатора, называемого дофамином. Помимо влияния на настроение, музыка является одним из конструктивных способов ухода от реальности. Надевая наушники, человек может абстрагироваться от внешнего мира, расслабиться, либо наоборот сосредоточиться на своих мыслях. Без музыки банально поступает меньшее количество информации, а будучи молодым человеком, жить без новой информации очень проблематично. Я слушаю позитивную музыку, которая меня поднимает. Какую музыку слушаю, такое у меня настроение, грубо говоря. Музыка вообще очень сильно влияет на мое настроение, на мое состояние, потому что она поднимает настроение с утра, например. Можно слушать бодрую музыку, делать зарядку, вечером более спокойную. Может быть, некоторые люди даже слушают музыку, чтобы уснуть спокойно. Если я просыпаюсь в каком-то грустном настроении, я и собираюсь подниму халичную музыку. А если наоборот солнышко на улице, весна все-таки пришла, то музыка соответствующая. Музыка стала присутствовать во всех аспектах нашей жизни, даже тех, на которые мы не можем повлиять напрямую. Она играет в торговых центрах, в салонах красоты, люди занимаются спортом под музыку. Главная цель любой коммерческой организации – это получение прибыли. Поэтому при перечислении выгод от использования музыкального оформления магазина в понимании большинства ритейлеров остается основное утверждение – музыка повышает продажи. Но действительно ли это так? Использование музыкального оформления не дает мгновенного прироста продаж и не увеличивает число посетителей. Но оно определенно имеет отложенный накопительный эффект. Покупатели привыкают к приятной атмосфере магазина, обращают внимание на объявления в эфире. Это повышает лояльность, что со временем отражается и на продажах. В метро я прохожу, там сидит дедушка, играет на баяне, постоянно такие мои любимые песни татарские. Я сам являюсь большим любителем музыки и каждый раз, когда слышу какой-либо трек, всегда прощаю на него глаза. Постоянно на самом деле замечаю, вот куда ни приду, одни и те же песни играют, мне это не нравится. По статистике, 60% опрошенных россиян ежедневно слушают музыку. Это еще раз подтверждает, что она является неотъемлемой частью повседневной жизни огромного количества людей. Конечно, влияние музыки на настроение и музыкальные вкусы в целом – вещи индивидуальные. Но все же есть один бесспорный общий факт. Уникальное и мощное искусство музыки способно вызывать самые разнообразные эмоции. Виктория Прохорова, Карина Саяхова, Николай Осуховский, Универ, Новости. Группа компании «Хетхантер» опубликовала ежегодный рейтинг работодателя России. Казанский федеральный университет занимает 58 место в рейтинге «Хетхантер» среди крупнейших компаний, набрав 100 баллов. Годом ранее он занимал 75 место. Всего рейтинги приняли участие 2266 компаний, из них 1497 вышли в финал. Они распределены по четырем разделам – крупнейшие, крупные, средние и небольшие компании. По словам руководителя Центра развития кадрового потенциала Казанского федерального университета Алексея Шубинкина, в рейтинге вуз принимает участие второй год подряд. В этот раз важно было не только подтвердить статус компании, вошедшей в топ-100 рейтинга работодателя «Хетхантер», но и улучшить позиции. Положительное влияние на продвижение в рейтинге оказали реализованные ранее проекты, в числе которых открытие периферийного офиса управления кадров КФУ в здании по улице Татарстан-2, а также программа поддержки молодых исследователей, обновленная наградная система. В целом, конечно, высокая позиция в рейтинге – это результат комплексной работы всего Казанского университета. На этом все. В студии была Лилия Мухамединова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok